все крыши без снега сейчас будут у нас ни одна поездка вообще без приключений не смотри вон огромный смерч огромный смерч только 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 утих друзья здравствуйте от вас приветствовать на своем канале рад приветствовать на своем канале позавчера у нас был минус 31 градус сегодня замечательные 9 мы вообще кайфуем настала весна простите пожалуйста что пропал с экранов дело в том что у нас идет вторая неделя отключений света это это получается у нас ежегодно происходит уже да вроде как 20 лет постоянно осень весна у нас плановые работы которые получается просто парализуют город и еще один момент воспользовался вот этими отключениями и уехал в поля то есть для того чтобы найти очень древний артефакт у тебя во дворе можно снять немножко тут это гараж это двор тут ну да срочно все вот сейчас работаем да тут вы знали тут все короче тут есть все да 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 ручной возьмем лучше ручной конечно это это хорошо будет так тогда эту или эту 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 отлично отлично всем здравствуйте собираемся на двух внедорожниках и плюс и плюс у нас снегоход да все экспедиция в полном сборе да ну научный сотрудник короче в камеру не попадает он сам сказал так что вот погнали были в полях как говорится отрабатывали очень интересную легенду она гласит что люди во времена гонений на церковь сняли звонницы колокол и утопили или спрятали его в озере вот на это озеро опираясь на старинную легенду мы и выехали фильм пока не закончен провели только первичные исследования сейчас просто небольшой кратенький обзор почему же все таки я исчез поворот на стоговозку тут надо уже держаться за руль чтобы страссы не старше дело было пробивать дорогу но мы немножко встряли это ерунда он едет саша по нашим следам все короче все замечательно скромная трапеза все по-скромному это откуда такое понятие масштабы будут видны с квадрокоптером вот у нас въездная арка ездим вот так исследуем вот да значит вот это место так и что ты думаешь похоже на колокол локальные объекты так его мое какая красота вот она смотрите какой полигон жалко научный сотрудник нельзя снимать вот герои вот да сейчас надо вот она у нас это сейчас короче говоря будем смотреть камерой прошу прощения что раздразнил скоро выпущу нормальный фильм ну как бы когда все эти исследования закончатся естественно это нужны силы средства и да просто силы представляете я после этих исследований два дня пластом лежал просто просто пластом очень утомительная история ну я думаю все получится как бы первичные исследования прошли сейчас будем после георадара око 2 будем другим радаром пробивать кто может подсказать у кого есть опыт работы с геолокаторами понятно выяснилось что все таки око действительно не справляется око 2 пишите мне пожалуйста в га в обратную связь может быть что нибудь все таки решим с этим делом итак сегодня пришла посылка тимофею пришло видео сообщение евгению от матери и мы едем сегодня кошельник друзья здравствуйте рад вас приветствовать давайте начнем а Кто-то у Тимофея Александровича, кто-то гостит. Сейчас проверим. Чай попили. Ну показывайте, что делаете хоть. Интересно же. Еле нашел этих лошадей сейчас, да? Это вы их вот этой штукой приманиваете сюда? Ну, только нашли. Говорят, лошади наши полудикие, да? Это верно или нет? Полудикие. Это вы их, получается, сколько не видели ваш табун? С осени. С осени не видели? И сколько увеличилось или уменьшилось поголовье? Пока нормально, ничего не могу сказать. ВОНИТЕЛЬНАЯ МУЗЫКА А он уже полуголый ходит, а? Скоростной локатор, ну-ка покажи скоростной Режим, быстро! Круто! Кутуз, привет! Пап, давай я покажу свою горьку? Давай! Классно живо! Приветы не передайте! Ты сейчас там обгорели! А что ты с углем делал? Да, а что я с ним сделаю-то? Нахрен он нужен-то? Оставил-то он еще тогда, а ты вчера только... Бандитская пуля, да? Пролетала! Итак, вкратце, у Тимофея все отлично, здоровье в порядке, припасы есть, новые валенки мы привезли ему еще в прошлый раз, кстати говоря, вот этому подтверждение. Так что, ребята, не переживайте, все отлично у Тимофея, и здоровье, и припасы, и все вообще отлично. И у него мы задерживаться долго не стали, потому что ехали к Жене, даже торопились. Сегодня, пользуясь моментом, все-таки суббота, свет не отключают весь день, мы решили организовать переговоры Жене. Ну, заодно я проведу стрим сегодня, потому что, ну, как бы, неделя без общения, без выкладок роликов и так далее и тому подобное. Я думаю, может, у вас накопились вопросы какие-то, вы мне зададите и Жене. Ну, вот так. И Мах, пока! Пока-пока! Женя, здравствуй! Приехали мы! Добрый вечер, дорогой! Я тебя очень сильно люблю. Очень хотелось бы с тобой увидеться. Приехать же не могу, сынок, потому что здоровье тоже... Сердце не годится, давление постоянно. Ну, скрупно. Живу на... Получаю две тысячи всего пенсии. Тоже очень тяжело. Да хорошо, что квартира есть, то в квартире все, слава Богу. Ну, а так... Ну, будь здоров, передаю тебе большой привет. Скучаю очень сильно. Люблю тебя. Не пропадай, сыночек. Появляйся. Спасибо большое Мишеньке, что вот так он... Я могу... Вот Маша пришла с сестренкой, вот, а я вот увидела, вот, показала мне. Та передала привет. Спасибо большое. Не болей. Береги себя. Давай, пока. Все, люблю тебя. Вот так же-ка. Привет от матери тебе. Ну, ты ей тоже передавай, смотришь же. Следы, говоришь, недалеко? Ну, давай глянем. Очень интересно. Ну, тут град какой-то у него, как будто был, посмотрели с них шариками. Идем смотреть волчьи следы. Сейчас Женя покажет. Ага. Как у Соболя. Ага. Как у Соболя. Волчь, типа. Там, видишь, вдавал я. Он животом не цеплял. Лапа-то, что речка тебе сейчас. Да, представляю. Это он туда рванул? Нет, сюда еще. А, сюда шел? Ну, один там еще, где-то второй. Ничего себе. Ну, глубина такая, да? Да. Видишь, животом даже не цепляет. Высокие ноги, смотрите. Да, круто. И куда он пошел? Куда он? Потом туда ушел. В следе, видишь, уже снегом запорожило пятность эти трубы. Пора я тут, конечно. Конечно. Круто. Это ты протапливаешь, чтобы просушить все. Конечно. Ремонт будет. Все, погода дает возможность. Все. Готово. Друзья. До скорых встреч. Увидимся. Будьте всегда здоровы. И сегодня у нас будет стрим. Женя. Женя будет отвечать на ваши вопросы. Сегодня без Тимофея. Чисто только с Женькой. Мне радость у меня. Мать увидел. Да. Мать увидел. Спасибо. Вот такая вот вышла поездочка. Мы сейчас собираемся, едем к нам домой. Ну и будет стрим в конце. Друзья. До скорых встреч. Увидимся. Будьте всегда здоровы. Никогда не болейте. До свидания. Ветер и снег переходят в пургу. Но вас не потянет ночью в тайгу. Кто в этот час в земовье возле печки Курит при свете маленькой свечки. Думаю его не про шмотки и тачки, А про больную лапу собачки. Он представитель отшельников века. Просто устал. Верить он в человека. Он верит собаке и мыслям своим. Себя не предашь, не предашь и других. Просто устал от общения со злом. Рядом живет только в мире ином. Отшельник охотник хоть как назови. Но нет для него иного пути. В пути у кого-то ломается стрелка И поезд по жизни несет человека. Не нам их судить. Каждый выбрал свой путь. Только о них попрошу не забудь. Как зайчий след по снегу петляет. Он ищет судьбу, находит, теряет. И вновь появляется к жизни азарт, Когда он поймает удачу и фарт. Кто-то ушел от неверной жены И смотрит на всех как бы со стороны. Кого-то сломала водка и блуд. А всем не расскажешь, тебя не поймут. Не каждый уйдет в изгнание, как скит. И только тайга тайну их сохранит. И он не предатель, и он не изгой. Он просто не хочет жизни другой. Вот вы в городах симбиозом живете, И кое-что случилось на помощь зовете. Электрик, сантехник и скорая тут. В тайге ты один за порогом не ждут. В тайге за порогом лишь смерть караулит. Видим медведя, того не осудят. И экстремальные тут холода, Но грустные мысли ты гонишь тогда. В тайге словно в битве один на один. И кто победит, тот господин. А если ты слаб, его душе не уют. Запомни тебя, в этом мире не ждут. Здесь выживет тот, кто духом силен, Кто верит в себя и в последний патрон. В минуту напасть и на помощь придет. Себя не жалеет, но друга спасет. Живут в необрядной тайге однолюбой. Беседуют с ними такие же люди, Но любят они этот мир без прикрас. Немножко жалеют отшельники нас. Ведь нам не понять буйство красок весной, И пение птиц над зеленой тайгой. И они, как и мы, ждут прихода весны, И новая жизнь начнется для них. Вот вы сидите в уюте в тепле, Чай и печенье у вас на столе, Ветер и снег переходят в поргу. Но вас не потянет ночью тайга.